Значит, следующее, назовем его закон или принцип, я его называю принцип формы. То есть я обратил внимание, что если я делаю какие-то сложносоставные предметы, то не всегда этот предмет имеет собственную чистоту изотопов, из которых он состоит. То есть он вообще может быть совершенно другой чистоты. И оказалось, что форма имеет огромное значение. То есть... А скажите, а вопрос сразу же. Форма это сейчас... А вот, например, сканди, если взять полграмма и грамм, частота одна и та же? Одна и та же, да. То есть вы примеряли все это? Да, но он должен быть вот в идеале, чтобы... Точечным? Да, точечным. Вот как только вы его сделаете листиком, у него может поменяться частота. Он уже будет сложнее все. Вот, значит, я проводил такие эксперименты. Я брал, допустим, лист фольги алюминиевых магазинных. Вот. Мерил ее частоту. Она, допустим, была 16 этих... Килогерц. Сворачивал. Чистота там... Но там фактически... То есть в тот момент, когда я ее все сжимал в клубок, у нее частота выходила на чистоту... Но там не совсем алюминия, там сплав идет. В этой фольге, условно говоря. Вот. И она вот так асимптотически выходила на частоту вот этого сплава, из которого делается вот эта пищевая фольга. Вот. То есть я, допустим, ее сворачивал уже в такую палочку. И вот у этой палочки уже была вот эта самая частота, которая и была. То есть вот в этом и заключается принцип формы. Что вот эти частоты, которые вот когда вы какую-то сложную форму создаете, они, как правило, меньше частот самих элементов. Вот. Я не знаю, как это объяснить, но есть системы, где наоборот все. Это, как правило, фильтры, вот эти мелко-пористые вещества, мелкие сетки. У них просто совершенно другие свойства. Вот я, допустим, у меня там пример приведен. Берем углерод, да. У него частота собственная углерода, как химического элемента, вот этого 6-12, который. У него примерно 145 Гц. Теперь берем березовый уголь. У него уже, но я примерно буду говорить, там, видимо, у меня точнее, у березового угля это уже там, допустим, 15 кГц. У, допустим, потом кокосовый уголь, у него уже там 2 МГц. А вот этот медицинский, который продается в таблетках, у него 17 МГц. У него поры там, я читал, специально находил эти статьи, то есть исследование формы вот этого активированного угля. У него там размеры полостей нанометров. Ну, условно говоря, несколько, 10-20, ну, до 100 этих диаметров там углерода, да, условно говоря. То есть он очень мелкодисперсный. И это задает, вот сразу повышает вот так частоту. То есть его родная частота 145, а из него можно сделать 17 МГц, да. Вот, условно говоря. А у тех, кто меньше, да? Да, а у этих, другие, да, 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 да. То есть технология другая, как бы по-другому все делается, как бы проще все, и уже меняется. То есть вот это принцип формы. Самое интересное, вот я, такая избитая тема, пирамид. Вот это вообще интереснейшая вещь. Есть пирамида, а есть конус. Это два совершенно разных объекта, потому что я в своих установках использую конуса. Я это подсмотрел у Акимова, а потом, когда изучил, как поле устроено в них, я понял, что это идеальная форма для, ну, как для усиления. Значит, берем пирамиду. Конечно, зависит из чего она сделана, но не кардинально. Вот у меня несколько пирамид было сделано. Они, корпус деревянный, а здесь, я просто, когда замерял частоты по высоте, я делал эти проволокой, через сантиметр натягивал, медную эти, и чтобы можно было вот эту мою мерилку, вот эту пластиковую, просто засовывать, ложить на нужную высоту и мерить частоту. И получалось, что, значит, вот в основании самая маленькая частота, здесь самая большая. Причем, значит, все зависело от того, что мы здесь имеем. И вот по высоте эта частота менялась плавно. Вот от этой частоты до этой. То есть вы просто клубога оставили его на линейку, да? Я вот, я на каждой частоте вставлял этот... А, линейку. Да, вот эту пластиковую линейку. Ну, да, линейку. Да, да, да. И мерил, какая частота на этой высоте. И я увидел, что частота меняется непрерывно, не совсем линейно. Но нелинейность опять у меня конструкция такая была немножко леповатая, может, из-за этого, я не знаю. Вот. Но вот это самое интересное. И причем она меняется непрерывно. И вот мне всегда было непонятно, почему пирамида фонит. У нее поле вот в среднем 80 сантиметров от края пирамиды было. А прерывки каких размеров? Ну, вот такие там, 40 сантиметров ребро. 40 сантиметров ребро, понятно. Да. Были меньше и так далее. Вот. И, допустим, берем вот реальную пирамиду, да? Вот здесь я ничего не ставлю. У меня, значит, частота внизу 15 килогерц, условно говоря, на основании. А здесь, допустим, 550 килогерц. Вот. Я, допустим, сюда закручиваю оцинкованный, ну, не шуруп, а крючок такой, чтобы подвесить ее. Оцинкованный. Мы видим, что у цинка, частота, собственно, там, у изотопа 61 мегагерц. Здесь, конечно, такого нет, потому что точки нет, потому что загогулино. И вот эта частота сразу становится в районе, там, 17 мегагерц. А это стартует с 500 килогерц. И вот здесь у вас в каждой точке непрерывно меняется частота, вот в этом диапазоне. И она пробегает весь диапазон непрерывно и попадает на базовый резонанс, который там есть, вот эти удивительные частоты. И вот эти все удивительные свойства пирамид, которые описывают, они связаны с тем, что люди случайным образом, у одних семена загибаются, у других они, наоборот, произрастают, блин. Вот нету стабильности показаний, а потому что вы никогда не знаете, на какую частоту... А делали вы только вот с пирамидами и с кубами, да? Никаких там... Почему? Конус, потом всякие листики. Самое идеальное это шар. Вот модель земли, торсионная, она вообще, вот я когда ее получил, вот у меня медный шарик такой, он покрывает все. То есть у меди там 31 мегагерц примерно. То есть достаточно высокая. Вот, если я этот шарик, вот есть радиус покрытия этой пирамиды, да, вот он. Если я не важно где, внутрь пирамиды или вот здесь, ну в границах, положу вот этот медный шарик, который не фонит, сам он не фонит. У вас все это поле будет фонить на частоте меди. Вот. И вот это парадокс. И что такое земля? У земли железно-никлеевое ядро. Вот. И здесь есть какие-то процессы, которые вот напоминают, типа пирамиды или конусы, не знаю, что это, потоки там. Может быть даже это вот то, что к полюсам идут вот эти заряженные частицы подлетают, они же в виде воронок заходят каких-то. И у вас формируется вот такая система. И фактически, если бы здесь было голое ядро без вот этого, мы бы не ощущали бы вот этой сетки Хартмана здесь. И мы бы просто ловили бы напрямую, непрерывно, у нас бы эти все вихри патогенные от солнечного ветра, они бы сидели непрерывно. Но из-за того, что вот у нас формируется вот этот излучатель вот с этим непрерывным спектром базовых частот, у нас действие ядра резко расширяется. Оно закрывает всю по частоте всю землю. И поэтому идет как бы, когда активность солнечная возникает, у вас идет кто кого пересилит по мощности, грубо говоря. Поэтому языки опускаются сверху, и кто-то не дотягивает, кто-то доходит там, ну в зависимости от интенсивности и так далее. То есть, насколько интенсивно идет. Вот это очень интересная вещь. И, кстати, вот эти все, берем вот эту палочку, да. То есть, еще раз говорю, медный шар, он помещается рядом с пирамидой. Да. И пирамида начинает работать. И ничего другое так не работает. Пирамида, ну... А пирамида правильная, да? Правильная, да. Нет, можно ее любую сделать. Вот тут самое главное, что у вас идет непрерывный спектр. То есть, здесь ключевым является, что внутри нее находятся базовые резонансы. Понятно. То есть, ну понятно. Поэтому куб так работать не будет. Куб не будет, да. То есть, нужен какой-то градиент. Вот вообще торсионные поля, они вот... Медный провод, когда идет, торсионное поле, в нем бежит так же, как фотон в световоде. Ну, в оптоволокне, грубо говоря. Вот один к одному. Поэтому медные провода, вот они, ну, любые металлические, там, и вольфрамовые, и так далее. Он отражается от плотности материи, ну, не важно, там, энергии, как угодно это называете. Вот... И у него вот эта граница отражения, ну, вот из-за этого перепада резкого, она его держит внутри, как бы, вот это возмущение. Вот такая интересная штука. Что это дает? Вот тоже, как бы, к вопросу о взаимодействии вот этих геомагнитных вихрей и земли, и вот этих предметов. То есть, я провел один раз такой эксперимент. Я взял два вот этих излучателя, ну, многослойных конденсатора, соединил их, посмотрел собственную частоту, точнее, ну, соединил скотчем, связал и подвесил их. Но была активность солнца, я случайно попал в бериллиевый вихрь, который в этом месте сформировался. Вот. Это видео есть, прям снято. И я их просто вот физически, вот этим медным проводом, крокодильчиками сверл. И он начал вращаться. Причем вращался долго, я устал уже, думал, что это такое. Снял его, замерил, замерил частоту бериллиевый вихрь. Потом пошел, посмотрел. Если эти конденсаторы разъедены, у них, собственно, частота этой системы не базовый резонанс. Если я их соединяю, они случайным образом формируют вот этот базовый резонанс. И этот базовый резонанс начинает взаимодействовать, а спектр любого химического элемента, это набор базовых резонансов. А базовый резонанс у него какой? Бериллиевый? Да, вот в этом бериллиевый. А у этого нет, у этого какой-то вообще случайный. Он где-то в районе мегагерца был. А бериллиевый там, не помню точно, герц 36. Но сам факт, не важно, что базовые резонансы, они как бы, назовем так, друг друга нашли, и пошла реакция. И он вращается. Я эту же штуку вешаю рядом, где ничего нет. Она не вращается. Стоит. Я тогда думаю, ладно, интересно, ведь в пирамиде у нее куча базовых резонансов. Вот здесь. Вешаю пирамиду, шурует, только шум стоит. Вращается. Убираю в другое место, успокаивается. Потом я думаю, ладно, а если я ее подвешу не так, а вот так? Ну, потому что мне же важно узнать, базовые резонансы есть, работают они? Пофиг, она так тоже вращается. Я ее, причем, в сетку Хартмана, в узел, который всегда есть. У меня есть видео 20 минут, я просто потом устал, это уже ресурсы начали на телефоне. 20 минут она вращается непрерывно. Ничего не закручивается. Она только иногда останавливается, когда... Это она на нитке висит? На нитке, да. Все это время нитка закручивается и вращается. Угу. Достаточно сильно. Да. Вот это все у меня снято, грубо говоря. Это прямо в доме. Висит и висит. То есть, а все объяснять только тем, что я попал, ее повесил, что у нее внутри базовые резонансы, системные ее, и резонанс внешний, геомагнитный вот этот. И вот поэтому у кого-то получается, они вдруг с удивлением обнаруживают, что у них что-то работает. Потом перевозят свою установку в другое место, а ничего не работает. Это вот могут такие вещи быть. Одна из причин. Вот. Теперь про конус. У конуса поле другое. То есть, это, как бы, условно говоря, конус – это фигура вращения пирамиды, да? Ну, условно говоря. А уже все другое. У нее, у конуса, короче говоря, если вот у пирамиды, вот эта ось пирамиды, да, у нее поле вот такое. Потом через некоторое время и затухающее. Ну, это как это, релеевская что-то там, кривулька какая-то. А, допустим, у конуса, если мы рисуем так же, вот его центр, у него, наоборот, здесь ничего нет, а здесь. И потом через некоторое время вот так же пошли затухать. То есть, вообще кардинально по-другому. Но, если вы берете два конуса, вот так ставите, вокруг поля фактически нет, а все поле концентрируется там. Это как концентратор получается, мощнейший. Как вы их ставите? Попами друг к другу. Попами, понятно. Да, вот так вот. Хорошо. Вот. И вот я сюда завожу сигнал, который с генераторов идет. А здесь, вот он у меня идет. Здесь все изолировано, как бы. А здесь у меня идет пластина с таким ежиком по кругу. Это так вот, кстати, Акимов тоже снимал. Вот он идет, и я к каждому цепляю проводочек на крокодилах, а потом их свожу уже. И так идет усиление. Ну, грубо говоря. То есть у меня зашел сигнал одной интенсивности, а на выходе уже больше. Но это как бы он усиливает не очень сильно. И потом я отказался. Я искал методы. Вот у меня последняя работа, где вот я получил подтверждение. Вот я написал, что у меня первый раз было, но там было без всего, без каких-либо факторов. Чисто работали генераторы, но вот с таким усилением. А потом я начал искать, как еще усилить эффект, чтобы быстрее это все было. И вот оказалась кавитация. Вот идеальная вещь. И поэтому вот, когда, допустим, в энергониве у них же что происходит? У них ударные электроразряды, да, условно говоря, и кавитация идет. Вот. Ну, еще и соли там вообще не пойми чего. И все это еще двигается, потому что движение тоже добавляет. Вот. Но кавитация лучше добавляет. Потому что там фактически схлапывание идет. Вот есть статья Нигматулина, такого академика, не знаю. Глад. Да. Глад Анигматулина. Да. Читали вы, как он с американской группой, они там делали... Нет, вот это она вот и мечтала. Так я его знаю. Да, да, да. Ну вот суть заключается в чем? Его пригласили в какую-то американскую лабораторию, тоже серьезную, но не Ливерморскую, никакую там. Ну, если надо, я вам потом ссылку на эту статью скину. Что они делали? Они сделали такую вещь. Это вот... Стакан. Вот. Диаметром 10 сантиметров, по-моему, высотой 20 сантиметров. Туда залит тяжелый ацетон. То есть, часть водорода в ацетоне, причем не так много, ну, какая-то доля, заменена на дейтерий, условно говоря. Для чего это делал? Они его пригласили не как ядерщика, а как он специалист по ударным волнам, по кавитации в том числе, и так далее. Вот. И вот он насоветовал, во-первых, охлаждать жидкость, то есть, и так далее. Что они делали дальше? Они круговой пьезоизлучатель ставили, причем частоту подбирали его в резонансную, ну, вот этой полости, чтобы вот где-то вот здесь в полости сформировалась зона кавитационных пузырей, постоянная. Условно говоря, она там сантиметрового диаметра была. И там... То есть он все время трясется? Да, непрерывно работает, да. Вот. И потом пошли результаты. Они получили все признаки того, что у них начался синтез. Гелий-3, вот эти нейтроны, там выросли гамма-кванты, там нужной энергии тоже пошли, то есть термоядерный синтез. А их зашельмовали. И вообще вот... Пистон-то самый большой получили его американские товарищи. То есть суть заключалась в чем? У них обширная статья была. Они вышли на руководство лаборатории, значит, руководство посмотрело, рекомендовало к печати. Ну, как бы все нормально сделано. Ну, что? Вот так получилось, как говорится. Они отдают журнал. Это, кстати, в статье Нигматулина все описано. Я просто его пересказывал. Они отдают журнал, короче говоря, и не публикуют, тянут. Они пишут письмо, им редактор отвечает, вы просто не представляете, какое на меня давление, чтобы я не печатал вашу статью. Но он все-таки напечатал ее. И тогда просто пошли контр-статьи, где говорилось, что они неправильно делали эксперимент, что их методология измерения она примитивная, ошибочная. В общем, их разгромили. И дошло до того, что там привлекли какую-то журналистку из научно-популярной, так сказать, сферы. Она там вообще про них написала, что это шарлатаны, делающие себе карьеру. И даже какой-то сенатор там выступил и сказал, что это все фигня, это все неправда. Этот мужик-американец, который главный, которого уволили, кстати. Он в суде, суд шел где-то два года. Были эксперты. И они сказали, что все было сделано правильно. Все замеры верны. Его восстановили на работе. Но в оконцовке прошло огромное количество времени. И в результате, ну как сказать, во-первых, эта тема стала скандальной. Ну, грубо говоря, нерукопожатной. И вообще, вот лучше этого не касаться. Все поняли, что кроме головника ты ничего не поимеешь. Вот это как бы классика отношения современной науки. Потому что они показали, вот эта вся установка на копеечной. Они получили, ну как сказать, результат сопоставимым с тем, что когда термоядерный синтез лазерами делали наши, вот басов там. Да, да, да. Вот там вообще... Там никакого гелиатрин, ничего там только не тронешь. Да, да, да. И там огромные деньги, куча людей на защищалась. Там вообще, там просто это целый эпос был. У меня статья есть. Специально... Классический этот... Фильм сняли. Да, да, да. Для дни одного года. Вот. Короче говоря. А здесь люди вот на порядок все проще. Копейки стоят, ну, по сравнению с теми. И получили результат. И фактически вот это вечно еще один камешек в сторону того, что чем вы занимаетесь, собственно говоря, ребята. Может вообще другим путем пойти надо. Вот. А если подтвердится то, что я делаю, так это вообще крендец. Ой, я грубо выражаюсь, но как бы... Это вообще ребята, вы что-то там... Где-то гуляете, своими делами занимаетесь там. И так далее. То есть, мир живет своей жизнью, а вы живете своей жизнью. И все время пытаетесь миру навязать свои правила игры, как говорится. Ну ладно, я ничего не говорил. Ну, у меня ни званий нет, ничего, я свободный каменщик, как говорится. То есть, паузу делаем. Да.